и снова здравствуйте всем привет итак дошли руки у меня до старой задумки давно скачал именно мотоцикл с ригом вот такой типа как фантастический давайте посмотрим как он работает так вот тут у него пружины колеса двигается он колеса двигается все нормально можно использовать будет это в каком-нибудь фантастическом мультфильме ну тут дизайн конечно можно будет уже корректировать переделать но главное принцип понять давайте попробуем сейчас разобрать это все дело я тут подзагнался немножко долго с ним сидел короче есть свои нюансы так вот такой значит мотоцикл я сделал как я его делал будет в конце ролика именно на ускоренном это я в забраж делал все дела потом с крупи с альфа 6 но и тут потом опять забраж кое-что дополнял так погнали так control z control z единица на нампаде так давайте все это дело удалим или наверно лучше сделать таким образом так выбираем риг и давайте его короче удалим парк корректировать получается значит вот такая тут тенка значит стойка потом еще стойка амортизатор колесо и сама центральная вот эта вот штука на которой будет ездить значит какой-нибудь персонаж ну тут можно еще поставлять спидометры кое-что переделать ссылку на скачивание этого файла я кинул в описании потом камера нам пока не понадобится свет тоже пока не понадобится мы погнали первым делом через shift так shift правая кнопка мыши ставим пивот именно в центр колеса вот сюда теперь опять забываем тринка стей нажимаем shift а сочетание клавиш находим арматуру single bone добавляем пивоту и заходим выйдет мод так теперь все это дело стройка стройка на нампаде опускаем это по старым роликам настройка именно колеса так выбираем теперь низ кости грампаде английская е вот альт и клетки опять и возьму свои зарисовки чтоб не и убит а следом делаем shift d дублируем вот это кость вниз так теперь вы выводим из центральной косточки вот здесь значит так вот этой единицам нампаде значит е большую кость ставим in front видимость костей спереди это viewport дисплей вот он бегущий человек теперь shift d делаем дубликат косточки делаем с и можно переключиться вот в такой вид чтобы все было прозрачно чтобы видеть кость и подставляем ее вот вовнутрь этой кости вот таким вот образом так единицам нампаде теперь с любой косточки наверно с этой вытаскиваем кость alt и clear parent и давайте ее поднимем вверх вот сюда вот так английское перекручиваем чуть-чуть корректируем в эту сторону теперь делаем shift d вот еще одна у нас появилась делаем ей s ну а тут ее можно или вытянуть давайте это удалим он залезки вытянем просто косточку сюда е отсоединяем ее alt p clear parent выбираем еще одну козь значит е ведем ее на стык вот этого механизма и е ведем центр вот сюда вот вот такая получилась штука вот эту косточку наверное надо чуть-чуть побольше и вот этот чуть побольше так теперь их нужно повязать значит так как это все делаем значит так наименование костей ставим и первую кость вяжем вот к этой кости ctrl p и пол set так теперь четвертую кость вяжем так первую кость вяжем к третьей так четвертой ctrl p и пол set ну как-то так и вот эту кость вяжем к четвертой вот которая будет крутить колесо ctrl p и пол set так теперь тут с этим потом еще разберусь теперь вот эту пятую кость вяжем так пятую по вам так ну давайте шестую к пятой ctrl p и потом поменяю именно как конспект это все дело сейчас делаю поэтому могу еще путаться так ну пока где-то так сейчас будем уже по ходу менять теперь заходим в постмод и тут такая штука что мы вот эту шестую кость верхняя вяжем на эту через shift ctrl shift c и ставим ее на две кости а здесь наоборот четвертую кость вяжем значит вот на эту ctrl shift c инверс кинематик ну и тоже давайте на две кости чтобы вот эта кость не убегала да значит мы ее теперь сделаем таким образом так вот эту четвертую кость назначим на нее ctrl c инверс кинематик и тоже поставим на две кости так проверяем вязку так непонятно а она у меня не привязана эта кость это значит edit mode вот эту кость вот эту кость вяжем к этой ctrl p keep all set а эту кость вяжем к этой ctrl p так она привязана так теперь заходим опять же вяжем пи пи ну и теперь вяжем кидах и вяжем кидах вот эту кость она вяжем кидах пи наоборот значит вяжем пи на к этой ctrl-p, keep all set. Опять же проверяем, выбираем и тянем. Так, все здесь система заработала. Теперь нужно настроить колесо вот это. Выбираем вот эту косточку, вот BOM1 и назначим на нее ctrl-shift-c, трансформация. Так, ага. Это не есть good. Так, empty, delete. Значит, вот эту на, вот эту косточку убираем, ctrl-shift-c, ставим трансформация. Теперь map from ставим 1.000. Это будет локация. И map to, ротация. Так, ставим минус 90. Enter. Так, и здесь за место y ставим x. Так. Смотрим, как все это дело будет двигаться. Так, эта косточка у нас отвязана. Значит, нужно ее тоже привязать. Edit mode. И получается, что нужно привязать вот эту косточку к четвертой. ctrl-p и ctrl-set. Смотрим and see what's going on. Что получится. А ни хрена не получается. Значит, четвертую кость надо к этой привязать. А ну-ка, пробуем наоборот. он толпе и полцет посмотр все нормально все работает но теперь нам надо еще вот эту косточку вот эту так это у нас третье привязать к четвертой control-p edit mode control-p и полцет смотрим дальше post mode все система заработала кости привязаны control-z все нормально так теперь проверяем как будет работать эта кость все она идет на стык но тут идет какая-то сбивка control-z значит какая-то кость неправильно привязана получается нам нужно третью привязать в четвертой потом а вот это кость у нас тоже ни к чему не привязана мы ее тоже вяжем в 4 так это значит edit mode первую бон кость тоже вяжем 4 control-p как она привязана проверяем дальше так наоборот так четвертую вяжем к 3 так четвертую вяжем к 3 control-p и полцет заходим в post mode тогда она прекращает двигаться значит вяжем и так тут чуть 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 по другому значит первая вяжется вот первая вяжется четвертой control-p и полцет теперь получается четвертая вяжется по второй control-p и полцет так вот эта центральная кость вяжется к 3 control-p и полцет и 3 вяжется к 4 control-p и полцет все проверяем то уснуть все дело заработал заработала тут в этом дело и все в принципе вся настройка потом нужно это уже в следующем ролике буду разбираться как вертит и отключения ликвидировать вот вы видите насколько так то нормально уходит от колеса ну где колесо будет ломка нужно какие-то ограничения будет ставить так теперь что делаем заходим в обзор мод выбираем кости кости загоняем в наш аппарат вот в этот все это дело теперь привязываем привязываем центральную вот эту вот сидушку и шифт левая кнопка мыши выбираем значит кости заходим в пост мод и вяжем вот к этой косточке control-p и бомб следом заходим опять же в обзор мод выбираем нижнюю стойку опять же выбираем кости заходим в пост мод и вяжем стойку вот к этой кости control-p и бомб следом заходим опять же в обзор мод выбираем нижнюю стойку опять же выбираем кости заходим в пост мод выбираем вот эту кость control-p и бомб вот это инверскиниматика восьмую так теперь с колесом разберемся убираем колесо и вяжем колесо именно вот к этой косточке. Вот к этой. Посмотрим. Вот это трансформация, на которой стоит. Ctrl-P. Бум. Теперь нам нужно привязать вот эти стойки. Вот эта стойка, она будет вязаться к верхней кости. Вот к этой. Кинематик, пятый. Ctrl-P. Бум. А вот эти нижние где они тут находятся, вот эти стойки. Вот эти. Привязываем к инвёртскому кинематику нижнюю. Посмотр. Ctrl-P. Бум. Так. Проверяем, как всё работает. Это значит Object Mode. Выбираем только кости. Заходим в Post Mode. Выбираем какую-нибудь кость. И вы видите, что всё работает. Колесо крутится. Всё нормально. Надо теперь вот эти вот шарниры привязать. Ctrl-Z. Как будем их привязывать? Выходим, находим вот эти вот амортизаторы. Вот эти. Заходим в Edit Mode. Английская A. Их выбираем. Чтобы они выбраны, все вершины были. Заходим в Object Mode. Выбираем кости. И делаем Ctrl-P with Automatic Widget. Тут вот видите, она чуть-чуть поломалась. Но это не суть вопроса. Выбираем теперь кости. И выбираем вот эти вот шарниры. Заходим, значит, рисование веса. И у нас вот эта кость третья, а вот эта пятая. Находим, значит, верхние группы. И оставляем, значит, пятую и третью кость. Остальные удаляем. Всё. Вот у нас осталось пятая и третья кость. Видите? Амортизаторы подровнялись. Потом их можно ещё будет подкорректировать. Заходим теперь. Так, а ну-ка опять же через Shift выбрать можно кости. Посмотреть. Всё на них настроено должно быть. Ну, а теперь заходим в Edit Mode. И применяем, значит, пятую вот эту вот группу. Эссижен. И наполовину ставим. На 500 где-то. Ну, и третью кость уже. Применяем. Заходим теперь в Edit Mode. Если что-то не так сделал, сейчас будем исправлять. Теперь, значит, Post Mode. Верхняя кость, отвечающая за амортизатор. Видите, тут уже чуть-чуть костяк у меня. Значит, так. Понятно. Ctrl Z, Ctrl Z. Заходим теперь. Как она тут получается? Значит, так. Выбираем кость. Выбираем амортизатор. Заходим в рисование веса. Ну, где-то так. Вроде все раскрашено. Выйдет мод теперь. А, пардоньте. Выбираем только стойки, наверное. И заходим в Edit Mode. Теперь, значит, Decision. И третья кость Decision. Так, так, так. Вот, 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 вот. Выбираем только кости. Заходим в Post Mode. Ну, и пробуем. Так, тянутся, но стойки нужно сделать подлиннее. Тогда будет все нормально. Смотрим. Стойки, видать, коротковатые. И их нужно еще немножко тут. Вот. Так, это значит, вяжем их на Set Origin Geometry. И чуть-чуть R корректируем. Теперь заходим в Edit Mode. Ставим рентген. Выбираем верхние вот эти все вершины. И давайте их выше чуть-чуть подтянем. Так, чуть-чуть переспад. Корректируем, поравняем. Так, и пробуем, что из этого получится. Опа! Edit Mode. Вот, вот так подравняется. Выбираем кости, ставим вот в такой внешний вид. и заходим в Post Mode. Выбираем управляющую кость. Ну вот. Амортизаторы работает. А ну-ка! Так, здесь нужно исправить именно угол поворота, чтобы вот этой ломки не шло. Так, то есть все можно сделать. Колесо чуть-чуть поднадуть сделать побольше. Так. не колесо, а вот эту именно часть. Семерка на нампаде, единица, тройка на нампаде и значит цвет Origin в 3D геометрии и чуть-чуть ее плюснуть. Так, а ну-ка! Стойка достает. Эта стойка хорошо сюда вписалась. Так, а вот эту надо, наверное, еще чуть-чуть увести. Ну, где-то так, да. Теперь вот это колесо тоже с этой Origin геометрией и чуть-чуть можно поднадуть. Где-то так. еще раз тестируем. Значит, G амортизатор ходит, все работает, вперед все тянется, назад тормозит, Ctrl-Z, нижнее колесо крутится, передвигается, все. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, теперь осталось разобраться именно в чем. Вот в этих всех поворотах ограничить значит сами повороты влево-вправо, вот именно вот здесь у колеса, чтобы не было ломки. Допустим, вот если мы вот так вот берем, и уводим в бок колесо вы видите, его выкручивает, выламывать надо, чтобы вот эта кость именно по другим осям не крутилась. Ctrl-Z. Ну, давайте попробуем N панель и значит находим item. Так, 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 ротация Ctrl-Z или колесо лучше выбрать, а ну-ка давайте попробуем колесо если выбираем и получается у нас ротация демьем, что это нам не надо, ротация по Y отключить и, значит, ротацию по Z тоже выключить. когда получается, если мы выбираем кости и находим центральное управляющее и сейчас будем вертеть, так, тогда и со стойкой надо что-то делать. Ну, это я уже посижу и потом уже дополнение сниму. если кто-то знает, как сделать, посмотрите, ссылка будет на мотоцикл в описании на скачивание и, если можете, подкорректируйте меня. Все, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok